Ну что, в очередной раз нам уже, наверное, 58-й или какой-то по счёту представят участников. Три раунда. По три минуты по правилам К1. Ничего не меняется. Ну вот один из участников, мы его с вами прекрасно знаем, Юсуки Фудзимото. Вот вы бы кому сейчас отдали предпочтение? Ну, честно, до боя, учитывая все показатели, наверное, конечно, марокканцы. Ну да, вот что сможет противопоставить японец? Сон ниже, что в клинч полезет. Честно говоря, я слабо помню японцев, которые лезли бы клинчеваться активно. То есть, как правило, это дистанция в большей степени. С другой стороны, сегодня один представитель страны восходящего солнца великолепно работал руками. И, несмотря на то, что являлся представителем стиля Кёкушин, который предполагает с собой работу ногами и работу руками по корпусу. Так что я думаю, что Юсуки Фудзимото сможет сегодня удивить и нас, и, несомненно, своего соперника Бадре Хари. Давайте посмотрим. Ну да, вот сейчас заявляют о нашем скромняге из Марокко, который, ну, не имеет никакого опыта выступления. Да, не считая, конечно, 60 боев там. Ну да, поймали где-то около дворца спорта, сказали, выступать хочешь? Хочу, по телевизору покажешь? Пойдем, пойдем. Ну, а вот, собственно, так этот юноша тут и оказался. Ну, это, знаете, все, все-таки шутки-шутки. И пока его так ловили, и он соглашался, 60 боев он провел. Ну, охраной вы имеете в виду? Да. Ну да ладно, собственно, все представления наконец-то уже закончены. Очень радостно выглядит рефери, есть чему порадоваться. Ну, знаете, да, такой-то бой и отсудить, но, с другой стороны, ответственность какая-то. Да, ответственность колоссальная, все-таки титульный бой, первый титульный бой. И опять же хочется отметить, что японец-то немножко тяжеловатым выглядит, потому что... Они же потяжелее, зато руки покороче. Да, есть у него лишний вес, но если сможет он навязать свою борьбу в клинче марокканцу, у него все получится. Да, если не сможет, то... Ну, это просто расстреляет. Тяжело придется на дистанции Фудзимота. Итак, первый раунд из трех запланированных. И сразу же Бадр Харри отходит на нужную ему дистанцию. Ну да, попроверял, так, попроверял. Ой-ой-ой, здорово. Скорость хорошая. Но чуть не провалился. Ой-ой-ой, навстречу левый. Здорово. В подбородах свалил. Вот они, длинные руки, пожалуйста. Очень мощный, жесткий, хлесткий джек. И главное навстречу. Остановил. Остановил. За счет длинной руки. Четко в челюсть за счет длинной руки. Хорошо вработал плечом, включил. И все, японец-то спугался. И пошел добивать. И пошел добивать. Но как бы не вышло ему это боком, на его месте я бы не торопился. Я имею ввиду, конечно же, представителя Марокко. Все-таки Юсуки Фудзимота тоже стрельный воробей. Опытный. Вот, посмотрите. И тоже прорывается в клинч. Ой-ой-ой. Да нет, куда там клинч потерялся. Ну, просто отошел Бадр Харри на нужную ему дистанцию и выстрелил с дальней левой ноги. Ну, опять же, он отошел на свою дистанцию. Юсуки Фудзимота зачем-то полез в этот размен, сломя голову, опустил руки и, пожалуйста, отдыхает на настиле ринга. А Бадр Харри празднует заслуженную, искрометную победу. Айда Мараканец. Айда, вот и недостаток опыта. Пожалуйста, с улицы взяли мальчика. 60 боев провел. Всего-навсего. Еще одна победа. Здесь вообще, честно говоря, сейчас эмоции просто обуревают, потому что, ну, вот, без шансов. Тот полез в размен, может быть, и правильно, ему надо было лезть обмениться. Но Мараканец мгновенно перестроился, отработал коленом в голову, японца заставил открыться. Отойти, сам отошел. Чуть-чуть себе отошел, полшага назад и выверенный выстрел, причем с потрясающей скоростью. Да, очень здорово. Ну, все здорово. Для такого веса скорость, конечно, молниеносная, я даже могу это сказать, с позиции тэквондо, потому что сам не являюсь представителем этой школы. Здорово сработал в этой ситуации Баттер Харри. Молниеносный удар нанес. Очень все здорово, очень по делу. Да, еще не сейчас спокоен, просто как удав, что вот... Как будто так и должно быть. Да, так и должно быть. А кто сомневался? А он вышел с таким планом. Ну да, как вас просили, извините, перебил вас, как вас просили в интервью, давайте сейчас все-таки насладимся. Это, конечно, шедеврящий. Это первая. Первая ласточка такая, прилетевшая слева по японцу. Вот как раз, да, аж просил. Великолепно, великолепно джебом. Смотри, не ожидал этого. И вот, смотрите, удар колена. Юсуке Фудзимота отходит на дистанцию, открывает рукой. Еще чуть повело японца вправо, и как раз он на эту самую левую ногу и прилетел к марокканцу. От колена закрылся, а здесь руки опускают. Очень здорово. Действительно, потерял равновесие Юсуке Фудзимота. Чем не замедлил воспользоваться Бадр Харри. Ну, настолько классно он все сделал, что нет слов. Остается только наслаждаться и наслаждаться этим моментом. Великолепно. А Бадр Харри остается наслаждаться своим чемпионским поясом. Ну, и да, и как у него спросили, кто же достоин быть первым чемпионом в супер-тяжелом весе по формату кайта, это я. Ну, конечно, собственно, кто возражал-то. Возражал, пожалуй, только Юсуке Фудзимоты, который... Но недолго. Да, который спустя, я уж не заметил, сколько прошло, 40 секунд? 50, 45? Ну, да, да, где-то половина первого раунда, чуть-чуть меньше половины первого раунда прошло. Да, 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 пардон. И... Ну что, вручение вот этого трофея заслуженного и почетного... Ну что, и вот, первый в истории К1 супер-тяжеловес-чемпион Бадр Харри. Бадр Харри, представитель... Марокко? Марокко? Нет, ну, конечно, молодец. Конечно, победил по делу. Ну что, японец, может быть, не собрался, может быть, не смог воспользоваться, не смог настроиться. Может быть, слишком был заряжен на победу Марокко нет с другой стороны. Да, вот настрой у него был просто сумасшедший. И остановить его в этот вечер японцу было просто не под силу. Ну да, он с самого начала обозначил свое такое очень жесткое преимущество. Сразу, не то чтобы без разведки, но пошли на цельный удар. Но выставил дистанцию как грамотно, именно вот за счет дистанции... Молодец. А что получается, японец, японец не сумел найти ту дистанцию, не смог найти тот ключ, который... Я бы даже сказал, не успел. Может быть, да. Не успел. Может быть, вы как раз и правы. Слишком подавил его представитель Марокко вот этим своим напором. Сразу же выставил он, опять же, эту дальнюю дистанцию. С жесткими лоу-киками пробивал он в переднюю ногу японцу. И когда тот пошел вроде бы в нужный для себя размен, открыл его, отошел, опять же, на свою дистанцию. И с дальней, с левой ноги великолепно. Ну да, ну и будем помнить о том, что, собственно, почему получился нокаут. Потому, собственно, чему в основном учат во всех секциях. Руки от головы не убирать. Ни в коем случае. Убрал. Получил. Получилось. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok